Добрый день, друзья. С вами Василий Фанатолий. И сегодня я читаю свой новый рассказ, который я посвятил Серику Канакбаеву, одному из очень, я считаю, величайших боксеров нашей эпохи, нашей юности. Называется «Открытые окна Голландии». Но кто не помнит крылатую фразу по преданию, принадлежавшую российскому царю Петру Первому, прорубить окно в Европу? Может, он это и говорил по какому-то поводу, но думает, что тогда, когда он работал обычным плотником на голландской верфи в Зоандаме, то вряд ли мог предполагать, что именно голландские окна окажутся самыми открытыми по всей Европе и не только в ней. Ох, и сколько же нам в юности внедряли в умы, что все, что находится за рубежами Великой Родины, враждебно закрыто, страшно и агрессивно. Сколько же времени нам потребовалось, чтобы прозреть от этой собственной близорукости, от собственной закрытости и собственных страхов перед всем неизведанным, заведомо искаженным представлением об окружающем нас мире. Я очень люблю Голландию за ее открытость, откровенность, историческую логичность, трудолюбие своих граждан, передаваемые из поколения в поколение. Открытость, пожалуй, самое основное качество, бросающееся в глаза буквально во всем и везде. Вы гуляли когда-нибудь по уютным улицам малых городов этой страны? Что больше всего запомнилось? Чистота улиц? Самобытность, индивидуальность и разнообразие архитектуры? Да, несомненно. Но самое особенное и почти непостижимое для нас, что выделяет эти улицы из всех известных нам, это огромное количество открытых для обозрения ок. Вас как бы пускают в свой дом люди, не желающие отделяться от вас портьерами, занавесками, шторами, решетками. Но ни у кого из них даже не возникнет мысли, что кто-то посягнет на их внутренний мир, на их личное пространство, на святая святых каждой семьи, их интимность. А эти мысли так могут лишь люди, которые сами никогда не посягнут на что-то чужое. Вы гуляете не просто по бездомным, по безлюдным улицам. Вы видите реальную жизнь незнакомых вам людей. Вы можете увидеть уют, особенность интерьера их квартир. И все это может вам сказать, кто эти люди, как они живут, чем они увлечены, чем озабочены. Они не боятся вас, не рассматривают вас, как потенциального агрессора. Они воспринимают вас, как человека, которому можно доверять. А это говорит о том, что это люди сами сильны и глубоко позитивны морально. Вы только вдумайтесь. Ведь вам эти люди показывают, что никому из них и в голову не приходят, отгораживаться от вас, выстраивают политические заборы, националистские стены, экономические заслонки, какие-то непонятные санкции и еще какие-то нелепые лимиты и бездомные ограничения. Я просто любуюсь этой жизнью, жизнью, насыщенной трудом, передаваемой из поколения в поколение, жизнью сильных духом людей, способных доверять. Восторгаясь их жизнью, лишенной подозрительности и, как следствие, враждебности. Люди доверяют вам видеть их такими, какими они себя чувствуют, без протокольных шаблонов и напускных прикрас. Они не стесняются показать вам, как они ужинают в своем собственном жилище, смотрят телевизор, музицируют, общаются друг с другом. А это означает, что они не собираются выключать себя из социальной жизни, даже находясь у себя дома. Они считают себя очень весомой частью этой социальной жизни. И это есть их ощущение большого мира, связь с ним – приоритетный способ их мышления, не замыкающегося за шторенными границами своего малюсенького мирка. Ох, как был прав царь Петр, когда делал все, чтобы не отгораживаться от мира решетками, блиндажными дверями, политическим законотворчеством, экономическими блокадами и другими заумными в кавычках ограничителями. Как же умен был этот истинный родитель за землю российскую, когда не боялся чужих неизведанных краев, не боялся учиться чему-то созидательному у тех, кто делать умеет что-то лучшее и смело переносил это лучшее свое государству. И еще очень важно, что он не стеснялся воздавать за это лучшее по заслугам всем, кто этого был достоин, невзирая на социальные прослойки и национальные принадлежности. Как он сумел правильно определить, с кем можно и должно дружить, у кого можно было учиться во благо укрепления и процветания собственной страны? Тогда ведь не было интернета. Но почему-то великий реформатор, находясь за тысячи верст безошибочных, выбрал в друзья именно эту нацию, нацию корабелов, искусственных строителей, способных жить на отвоемных у моря территориях, находящихся ниже уровня этого самого моря. Вся их жизнь была не в набегах, войнах, грабежах, а в гигантском, каждодневном труде. И отнюдь не в рабском труде, ведь никто не стоял с плетью, когда они насыпали дамбы, рыли каналы, строили города на сваях, расчищали пастбище для скота, создавали свои индустрии. Они не боялись делиться с миром своим позитивным опытом, предвидя, что добро обязательно возвратится и вознаградит их потомкам доброй славой и правом открывать на всеобщее обозрение свои окна, не опасаясь чего-то злого умысла. Гуляя по улицам Зандама, спустя века после того, как по ним ходил великий Петр, не устаешь удивляться прозорливости и врожденной культуре этого народа. Тут много улиц с именами российских князей и других исторических персонажей и именинных персон. Все эти улицы очень чистые, ухоженные и засаженные прекрасными цветами, а сам старинный дом российского царя давно накрыт уже каменным домом и содержатся в первозданном виде и уважении к имени и делам его великого именитого хозяина. Нигде в округе я не видел никакой помпезности или наоборот чего-то негативно напускного. Нет никакой специальной суперсовременной пули непробиваемой оболочки с кучей всяких видеокамер, хитроумных датчиков или привычных россиянам накачанных охранников с ровными лицами. Здесь все охраняется и поддерживается самыми заботливыми и самыми надежными хранителями, имена которых безмерное людское уважение к российскому царю и память о своей истории. Тут кругом живут обычные, добрые и улыбчивые люди. Играют дети прямо рядом с домом Петра. А в незашторенных, но щедро уставленных цветами окнах видно, как мирно и счастливо протекает жизнь потомков тех обычных людей, которые когда-то приняли величайшего монарха как брата, трудились и вместе с ним общались на равных, учили его величайшему ремеслу, принесшему Российской империи многовековую морскую славу, величие и мировое уважение. Думаю, именно здесь, глядя на рукотворные каналы, гениально сделаны шлюзы и разводные мосты, он впервые задумался о строительстве величайшего памятника поистине золотого века российского возрождения, доставшись своим потомкам грандиозного и прекрасного Санкт-Петербурга. Много перипетий и судьбы выпало на долю каждого из народов, которых когда-то связало имя и дело Петра Великого, и каждый по-своему шел сквозь столетия, получая от истории то, что заслужил. И нам ли судить сейчас о правоте Путин, которую выбрал русский народ? И какими бы мы были, если бы прошли испытанным путем эволюции, а не революции? Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения. А вот уроки этой самой истории еще никто не отменял. Ведь можно, хоть и с опозданием на века, но попытаться опять научиться чему-то новому или справедливее сказать хорошо забытому старому, тому, что завещал нам великий русский царь, тому, что было небрежно забыто в вихре фатальных событий. Нужно только не бояться сделать выводы из своих ошибок. И тогда вполне возможно. Придут такие времена, когда по российским улицам можно будет гулять в любое время суток, ничего не опасаясь, а светящиеся окна без занавесок и штор будут приветливо освещать дорогу в новое качество жизни. Вот такой у меня рассказ получился, вспоминая имя Серега Канагбаева. Почему все так произошло, я сейчас попробую объяснить. Я не собираюсь делать какую-то хвалебную оду этому боксеру, который действительно был великим в то наше время. В 1981 году он был совершенно справедливым, был признан всем мировым сообществом как лучший боксер мира. Это объективно. Очень хорошая штука есть сейчас в фейсбук, в интернете. Благодаря этому самому фейсбуку я познакомился с очень интересным человеком, имя которого я и раньше слышал в своей юности Александром Бабаевым. Это человек, который истинный, я считаю, профессионал бокса нашего времени и позже. Судья международной квалификации, великолепный тренер. Это человек, который был большим авторитетом в то время. Я слышал его фамилию, но, понимаете, когда никогда я, конечно, не встречался с ним. Вот сейчас мы просто дружим, так вот виртуально общаемся. Вот он мне и подсказал в какой-то нашей беседе, в одной из наших бесед, это имя, как-то выплыло, имя Серега Коногбаева. Я, вот, знаете, посмотрел в интернете, думаю, дай-ка посмотрю, вот все, ведь, знаете, вот как-то за своими заботами, а их хватает, так что волосы вылетели, да? Понимаете, мы забываем о своей юности, о том, что вот нас окружало. И вот, вы знаете, когда я начал смотреть в интернете сейчас, оно, вот, знаете, как оно вот, оно всколыхнуло, понимаете, оно всколыхнуло вот эти вот мои юношеские восприятия, вот эти, те самые страсти, которые у нас раньше кипели, да? Надо сказать, ну, ведь Коногбаев был, в общем-то, тогда уже очень известным человеком, очень известным, и, так сказать, мы как-то по нему равнялись, потому что, ну, фактически, это был олимпийский чемпион. Ну, давайте уж так, как говорится, там, честно, да? Все мы знали, как, так сказать, может быть, для, может быть, для обычного, так сказать, обывателя, там, сказать, ну, как-то он, так говорится, проиграл он там, да? Вот там все там, да? А для нас этого вот не было проигрыша. Мы не знали, как все это происходило на самом деле. Были разговоры, все, так сказать, ну, отдали победу. Отдали его победу, отдали, Понимаете, просто вот так, из политических соображений. Ну, что там говорят, мы, значит, наши тренера, они между собой разговаривали, безусловно, они нам там разговаривали свое мнение, а знали-то они гораздо больше, чем мы, да, так сказать, и вот эти все эти разговоры, все это было понятно. Речь, понимаете, речь идет не об этом. Я вот не собираюсь каких-то действительно там хвалебных таких вот отпеть там, да, кому-то, да. Это не мой профиль, я не занимаюсь этим. Есть люди, безусловно, которые, ну, так сказать, они специализируются на этом. И, конечно, есть биографы, которые абсолютно правильно освещают жизнь этого человека, да, и не только его. И слава богу, что есть такие люди, и хорошо, что это так мы вспоминаем. Ну, сейчас, по крайней мере, в интернете сейчас можно все найти. Раньше нужно было там, нужно было идти куда-то в библиотеку, да, а сейчас вот три секунды там посмотрел, набрал, там, вот тебе, пожалуйста, все готово, да. Значит, есть, там можно посмотреть все эти бои, все, все. Вы знаете, вот через это имя, знаете, вот как-то вот проходит восприятие нашей, даже вот нашей юности, понимаете, вот этих действительно этих страстей, да, уже вот в сопоставлении с сегодняшними реалиями, да. Потому что мы уже взрослые люди, мы же много что видим, так сказать, поэтому мы можем сравнить. Есть сейчас много фактов, которые сейчас там, так сказать, сейчас там вскрываются, да. Значит, так сказать, мы можем все сравнить. И вы знаете, я очень благодарен вот и Бабаеву, и Коногбаеву, да, в том, что вот во мне вот это сейчас чувство, да, вот этой вот юности своей, да, я как будто вот как помолодел сразу, да. Я и сейчас себя не чувствую на свои там почти 60 лет. Нет, понимаете, но вот этот вот, вот этот задор, да, тот, который у нас там был такой мощный, хороший такой, знаете, такой вот хлесткий, да, так сказать, вот он сейчас вот как-то всплывает. И потом хочу вам сказать, что ведь мы же, вот я, допустим, я никогда не был большим боксером, большим там, ну, спортсменом. Никогда, мы занимались это для себя, так сказать, но качественно занимались. Если делаешь для себя, это не означает, что, значит, нужно что-то спустя рукава делать, ничего подобного, там в кого-либо там был здоров. Поэтому как вот боксерскую сущность, да, мы воспринимали, так сказать, и тогда вот, когда, так сказать, когда это вот все это свершилось, все это вот была Олимпиада, да, так сказать, вот они действительно кипели эти страсти, мы там все это, все это в себе, так сказать, переживали, так сказать, как-то вот тусовалось это все вот в голове у нас, да. Действительно были разговоры постоянные, там, так сказать, какая-то интрига такая, ладно, такая, очень серьезная была. Понимаете, к тому же для меня это почему еще было, вот почему именно это имя, оно меня, вот, так сказать, ну, он, ну, на три года он меня моложе, да. Да, но все равно это мое поколение. Мы читали одни и те же книги примерно, да, учились примерно тому же, так сказать, что в школе, да, мы там, там уже, та же самая партия была, да, так сказать, рулевой наш, там, так сказать, рулила нами. Значит, все вот это было, да, и вот эта вся обыденность, которая вокруг нас была, она была общей, да. Да, да, к тому же, вот, я его тоже очень хорошо понимал, так сказать, вот, когда вот там смотрел вот это все, это, знаете, ну, во-первых, это был тот же самый вес, в котором я работал, да, 63, ну, 63, ну, 63, ну, там, так сказать, ну, там, ну, там, ну, там, 63, да, это моя весовая категория, так сказать, поэтому, ну, уже вот многое, действительно, так сказать, было настолько вот приятно, когда я вот начал смотреть вот это, вот опять эти бои, значит, настолько приятно все это вот было для меня, я просто вот очень благодарен вот этому, вот этому воспоминанию. Еще что мне вот, в связи со всеми эти просмотрами олимпийского вот этого действия, да, олимпиады, что мне вот, так сказать, как-то пришло вот на ум, да. Вот сейчас АИБА делает решение, хочет, так сказать, разрешить слияние, слияние на олимпиаде, слияние с профессионалами, то есть, вот, как тут, так сказать, профессионалы могут, смогут принимать участие в олимпийских играх. Вот, вы знаете, ну, это мое личное мнение, вот, лично мое, хотя, может быть, оно и может совпадать с мнением многих, так сказать, профессионалов, что, ну, неправильно это, вот, неправильно это. Ну, всего вам доброго, желаю всем хорошего настроения, и добра всем нам. Большого здоровья, Сергей Кунакбаев, ну, и всем, кто меня смотрит. Всем доброго, с вами был Василий Фанатолий.